Всем привет! Вот и пришла весна, а это значит, что пора готовиться к новому муравьиному сезону. Некоторые колонии я уже достал с зимовки. За прошлый год они довольно неплохо подросли, а значит нужно подумать о новых фармикариях. Также довольно интересная история произошла с моими мессерами. Вы всё, конечно же, можете узнать в предыдущем ролике. Ну а здесь мы будем эту ситуацию исправлять. Притяживайтесь поудобнее, а мы начинаем. Итак, если кратко, то фармикарий просто перестал удовлетворять моим требованиям, ну а вообще в первую очередь требованиям моих муравьёв. В связи с этим было принято решение перезапустить фармикарий. Только делать мне это пришлось с муравьями внутри. Конечно же, кончилось это всё неудачей и впоследствии выводы, опять же, вы могли наблюдать в предыдущем ролике. Муравьёв я поместил во временное жилище, фармикарий разобрал, почистил и перезапустил. Обо всём этом поподробнее. Как оказалось, акриловые пластины фармикарии были очень тонкие и хрупкие, а конструкция ходов вообще отвратительная. Поэтому стоило быть поаккуратнее. Парочку трещин, конечно, пришлось пережить, но в то же время они не повлияли на конструкцию, так как она плотно зажимается болтами. Ну а перед тем, как вы увидите конечный результат, я вам покажу, почему не получилось залить камеры в первый раз. План был полностью залить бывший губочно-увлажнительный отсек. Для наилучшего удержания и распределения влаги также нужно было залить тоненьким слоем хотя бы одну камеру, которая расположена ближе всего к увлажнительному отверстию. Аккуратной заливке не позволяло стекло, которое в конечном результате слиплось с гипсом. Снять стекло я, естественно, не мог, потому что муравьи просто бы выбрались. Но теперь формик полностью разобран и муравьи выселены, а значит можно не париться и аккуратно залить нужные нам камеры. Я решил залить в том числе и второе увлажнительное отверстие, потому что так будет просто лучше. Естественно, приготовить и заливать гипс лучше в четыре руки. Так просто намного удобнее. Также зажал акриловые листы струбциной, для того, чтобы между этими листами не затекал гипс. Из-за того, что листы были слишком хрупкие, в некоторых местах они все-таки треснули. И кое-где гипс просочился сквозь акриловые листы. Но его слишком мало и это не критично, так как на структуру формика это никак не влияет. Когда гипсовые камеры залиты, нам остается аккуратно вставить недостающие акриловые листы. Дальше подравниваем сами увлажнительные отверстия под третий акриловый лист. Они должны быть, конечно же, выше, чтобы муравьи не забирались в само увлажнительное отверстие. После этого прикрепляем финальный акриловый лист, который служит стеклом для наблюдения. После этого прикладываем специальные такие, даже не знаю, как это назвать, части акрила с резинкой от расплиткоробки внутри. Короче, фигулины, которые служили для автономного губочного увлажнения. Кстати, не знаю, я же залил гипс теперь и автономные увлажнения будут работать с пробиркой которая или нет? Кто шарит, напишите, пожалуйста, в комменты, интересно будет почитать. Не забывайте, кстати, что лучшие комменты попадают в новостные ролики, а также в группу ВКонтакте, где публикуются интересные новости. Дело в том, что у канала еще нет возможности создавать посты непосредственно в Ютубе и приходится публиковать эти новости именно во ВКонтакте. Поэтому подписывайтесь на группу, ссылочка в описании. К этому времени я все листы акриловые уже зажал и формикарии почти в готовом виде. Кого я буду заселять в этот формикарий пока не знаю. Если хотите как-то на это повлиять, напишите, естественно, в комментах, какой вид можно приобрести. Ну, естественно, чтобы он смог жить в этом формикарии. Ну, вообще, формик получился, по-моему, довольно прикольный. По крайней мере, юзабельный уж точно. Арену я сделаю в зависимости от того вида, естественно, который буду сюда заселять. Оставляйте свое мнение о формикарии в комментариях. А также не забывайте указывать, кто занимался подобным и у него все получилось. А если вам понравилась проделанная мною работа, уж не поленитесь поставить класс. Потому что это помогает продвигать мои ролики и попадать в рекомендации другим пользователям. А с вами был Эльфингорд Гоблин Гордович. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok